И знаете, так бы наш бог и остался богом всех богов, если бы не случилось нечто абсолютно непредвиденное. Всем вкусного компотика, с вами Енот, нас мега бог ждёт. Я вот вам показывал всякие подвиги Геракла, да, как Циклоп наступал на Тапс, ну знаете, это всё игрульки. Это всё просто цветочки по сравнению вот с этим вот просто богом всех, всего и вся. Его зовут повелителем морей, речушек, океанов, земель, гор, небес, грома и молнии, всего космоса, всего сущего. Это Вася, да, я не знаю почему его назвали Васей, но это Вася, это просто монстр. Это просто мега монстр, это бог, первородный бог, древнейший бог Тапса. И ходят легенды, что тот, кто победит его, заберёт его силу себе. И поэтому в одно из мгновений, конечно же, жители Тапса решили, а почему бы, блин, и нет, почему бы этого не сделать. И выступили на него просто громадными войсками. И сегодня Вася будет их разматывать. И если вам кажется, что я переборщил с войском для Васи, то сейчас вы в этом переубедитесь. Итак, у нас тут просто, ну, очень много народа, собрались практически все. Мамонтов, как вы видите, очень-очень-очень-очень много. И бой будет жёстким. 306 человек на стороне древнейших людей и всего лишь один Вася на стороне, на нашей стороне. Давайте глядеть. Ну, Василий мы, конечно же, будем на замедленной съёмке, потому что иначе всё очень-очень-очень фризит. Но сейчас вы увидите его мощь. Вот она мощь, Вася. Вася могёт. Вася просто тащит. Его топоры наделены просто тысячами сил Одинов, Зевсов и всех вместе взятых, ребят. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Если бы ещё Вася сам себя не ранил, когда бил этими топорами, он был бы вообще непобедим. А так, ну, есть шанс того, что Вася просто сам себя загубит этими топорами, если будет бить по одиночным целям. Но Вася бог мудрый, Вася бог умный, поэтому Вася, конечно же, будет сейчас врываться в толпу мамонтов. Мамонты самые жёсткие соперники для Василия в данном свете, потому что они самые толстые. О, всё, Вася пошёл в рамзу, Вася пошёл под мамонтов, всё, всё, это просто будет жить. Мамонты только хоботами вверх, да и могут теперь смотреть. Больше им делать нечего, просто постоянно вверх. Это мега, это мега монстр. Вы понимаете, да? Вы понимаете, что по сравнению с ним циклоп, это просто отдоглазая девочка. Это, это ничто. Это абсолютно ничто. Ох, прям на мамонта наскочил и ему электрошок сделал. Терапия, шоковая терапия. Кто у нас остался из людей? Ну, тут остались-то, остались-то вот, кто остался. Буквально на один залп и ещё мамонтов, мамонт один вижу, мамонт два вижу. И, собственно-то, и всё. Два мамонта и немножечко людей древних. Больше никого. Ну что ж, Вася. Вася, ты практически победил, тебе осталось совсем чуть-чуть. О, о, это, это предводитель. Ха-ха-ха-ха. Косоглазик ты мой, косоглазик, беги. Косоглазик, а, вон ещё второй, ну надо же. Два брата-акробата, да? Косых глаза, ну надо же. Интересно-то, как вышло. Так, ну, Василий тут заканчивает с мамонтом. И мам, с мамонтом он закончил, абсолютно закончил. И теперь идёт к нашим, ай-яй-яй-яй-яй, стрелам в бедро. И мимо, ох, прям над ухом пролетело. Ну что ж. Василий, Василий Крут. Василий Крут размочил всё это просто громадное войско в 306 человек. О, как красиво-то полетели. Та-ра-та-ти-та-та-та. Ох, Василий, да ещё и кульбет сделал. Ну, молодцам, ну, молодцам. Сам себе зарядил в лоб, это, сам себе зарядил в лоб, как это, молнией, молнией, да. Ха-ха-ха. Ну, молодец. В общем, вы увидели, что это за жесть. Вы увидели, что это за жесть. И эпоха, эпоха древних людей не справилась. Не смогла, не сумела. Едем дальше. Дальше на нашего Василия решили покуситься фермеры. Да, да, пустоголовые людишки, что же вы делаете? Сидели бы поля себе взращивали. Но нет, нет, зачем же, конечно же, всем хочется заполучить силу бога. Ну, естественно, вот особенно вам-то оно нужно. Вот, вот ему, по-моему, больше всего нужно. Смотри, какие глазённые прям смотрят. Хочу эту силу. Это моя прелесть. Его по-любому. По-любому, мой дорогой. Здесь, конечно, надежда на пугало, которые выпускают просто много ворон достаточно. И вот на этих вот дам, потому что они довольно здоровые, по здоровью. Кормили отборным молохом. Вот тебя, по-моему, немножко даже перекормили чутка. Дорогая ты моя. Ну и хоббиты, хоббиты тут так, для развлечения больше. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Но, Василий, вперёд. О, кстати, тут, смотри, гигантела какая. О-о-о-о. Гигант. Круто. Круто. Отлично. Я сразу-то что-то не заметил. Хотя она вроде такая здоровая. Так, Василий предусмотрительно начал мочить всех в середине. И уже размотал большое достаточное количество народу, в том числе и всех. Да, уже всех пугало размотал, пока я пялился на эту здоровенную бобину. Ну. Ну что ж, тут осталось-то. Работа немножко у Васи осталась. Немножко, да, абсолютно. Чуть-чуть совсем. Ну, смотри, как. О, вот это вот переросток. Вот это я понимаю, фермерша. Наверное, накачалась хорошенько. Так, Вась, Вась, хватит лежать. Вась, Вась, давай, вставай. Ты что? О-о-о. О, какой удар. Какой удар. Какой удар, ты погляди. Блин, это всё ещё живая. У неё же реально запаса, что ли, здоровья больше? А, нет, всё, всё, улетела. Вася показал, кто здесь босс, кто здесь главный. А ты иди полетай. Ты точно, да? Да, ты точно. Здоровенная собака. Так, Вась, давай. Вот, ну всё. Тут осталось уже, осталось совсем чуть-чуть. Алхимики, да, и несколько косоручек. Косоручек, блин. Ну, давай. Бамс, всё, отлетело, отлично. И теперь, ну что тут? Что тут осталось-то? Ну вот, три алхимика, четыре. Вась, ты не туда идёшь? Или куда? Или тут кто-то есть? По-моему... Вася, ты пьян, иди домой. О, господи, ты реально к хоббиту пришёл? Ну ты, конечно, молодец. У тебя приоритет цели очень странный, Василий. Я тебе скажу, хоть ты и бог, но, видимо, почему-то он недолюбливает хоббитов. Ну, может быть, ему принадлежало кольцо всевластия. Вот, одна разумная дама, которая решила сбежать. Ну, так как она решила сбежать прямо в тыквы куда-то и в камни забурилась, то, видимо, не такая уж она и разумная. М-да. Всё, Василий и здесь размотал, просто разбил в дребезги армию фермеров. Впереди армия Средневековья. Что ж, пять королей, конечно же, тоже искусились соблазном заиметь силу бога, и поэтому объединили все свои войска для борьбы с онным. И мы посмотрим, что у них выйдет. Они собрали огромное войско просто скваеров, личные гвардии, конечно же, хиллеров, бардов. Да, самая большая ударная сила, это, конечно же, барды. Они могут любого бить своей музыкой. И катапульты, целый взвод катапульт. Ну что ж, давайте смотреть. Итак, Василий в атаку. Василий просто начал... Ох, вот это взрыв. Вот это взрывная волна. Вот это понимаю, просто, знаете, по-моему, полвойска, как и не было. По-моему, полвойска, как и не было, действительно. Ох, все наваливаются, все наваливаются на Василия. Ещё и катапульты тут начинают свою стрельбу. Господи, какая куча мала. Какая куча мала. Василий, отходи. Василий, катапульты, это серьёзное дело. С ними не шутят. Ох, королям сейчас не повезло. Ох, как им не... Два залпа по королям. И ничего, и ничего. Слушай, короли-то живы. Ничего, нормально. Нормально. А, вон Василий, я почему-то думал, что он там. Так, нет, нет, ненормально. Королям уже практически никого нет. Всё, королей нет. Но катапульты изрядно, изрядно стреляют. Прям хорошо так стреляют. Мотает Василия туда-сюда, туда-сюда. Так, Василий, ты сосредоточился на каких-то одиночных целях. И лучше бы тебе сосредоточиться на катап... Ну ладно, конечно. Ты же бог. Ты же решать, кого сначала бить. Конечно же, лучше сначала лучников побить. А уже только потом пойти к катапультам. Естественно. Ну ладно, тебе виднее. Конечно, конечно. Ты ж тут мирские вопросы решает. Ну, Василий. Ну, мне кажется, что это... Я думаю, что это конец. Я думаю, что это конец, в принципе. Потому что осталось несколько катапульт, которые ничего из себя не представляют. И да, красные победили. И последний он вообще убил молнией второстепенной. Вот этого вот. Это, наверное, был последний Робин Гуд. Ну, молодец, Василий. Я, в принципе-то, не сомневался, что ты справишься. Была классная битва. Я надеюсь, что вам тоже она понравилась. Прям такие. У нас ещё не было таких эпичных битв. Когда один персонаж раскатывает столько народу. На то он и Вася. Ну, погнали дальше. Даже сам Зевс захотел иметь столь древнее могущество и силу, которыми обладал наш очень-очень старый бог. И поэтому он создал много клонов себя для того, чтобы побороться, так скажем, на молниях. Выяснить, чья молния для ней. Посмотрим, посмотрим, что получится. Давайте глядеть. Ну, Вася, возможно, ты встретил соперника себе как раз. Не по зубам. Давайте глядеть. Потому что просто огромное количество, сразу же Василию просто громадное количество врывается, врывается большое количество очень молний. Наш Василий немножко враздрая. Не знает, куда ему идти. Вперёд или назад. Василий почему-то принимает дурацкое решение идти назад. Не знаю, почему, что им движет. Я без понятия. Я не знаю, как у него распределяется то приоритет целей, потому что это явно было не то, что ему нужно было делать. Но сейчас он делает верные вещи. Он действительно влетел в толпу. И почему-то у него как-то не получается. Видимо, у Зевсов хорошее сопротивление ударом молнией, потому что он уже ударил много раз их. И всё же многие из них всё ещё живы. Всё ещё живы. И самое главное, по разным сторонам находятся. Так, всё. Большое, малое количество Зевсов осталось. Василий, Василий, не расслабляемся. Василий, не расслабляемся. Так, пока что непонятно, потому что я не знаю, сколько у Василия осталось жизни. Возможно, что немного, но мы знаем, что осталось всего два Зевса. Василий выигрывает. Вася, ты молодец. Это просто была мега эпичная битва. И Вася доказал, доказал, что он всё же первый бог грома и молний. Перворождённый и самый, самый, что ни на есть крутой. А молодец, Василий, едем дальше. Путешествие по миру. Василий столкнулся с целым войском валькирии, да. А, это, видимо, слишком много ело, да. А, меч потерял? Ну, бывает, бывает. Значит, с целым войском валькирии. Целых 130 штук. Но нашего Василия, как он сказал, не испугает какие-то там голуби. И поэтому он решил принять бой. Посмотрим, что из этого выйдет. Итак, Василий прыгает вперёд. Точнее, вверх. Потому что, чё ему ждать? О, боже мой, да. Ошибка, ошибка валькирии на него налетать. Хотя, чё ему ещё делать, собственно? Потому что ему только и нужно. Нашему Василию только и нужно. Он только и ждёт, когда на него налетят толпой. Потому что тогда он сможет, вот, сделать свой мега залп молний. От которого практически никому нет спасения. В том числе и валькириям. Ну, конечно, да. Всё, Василий, действительно, как с голубями какими-то разобрался. Просто раскидал их по разным сторонам. И очень быстро произошла эта битва. О, боже мой, да. Ты, знаете, как будто танцует. Такая тынц, тынц, тынц. Вверх и вниз руки. Ха-ха-ха. А, молодец, зажигай, правильно. А чё ещё делать, когда тебя победили? Лучше всего зажигать. Ну, молодец, Вазя, молодец, молодец, красавец, красавец. А, да, деп, ну, конечно, ну, конечно, как без депа. Ну, естественно, Василий заслужил. Василий молодец. Ну, давай дальше, давай дальше, поехали. Ну, и вот наш бог и богов добрался, конечно же, и до гигантов. Коих, да папочек этих земель, коих с самого начала было три. Да, теперь вы знаете, что случилось с двумя. И остался только один. Давайте посмотрим, как же это произошло в те стародря давние времена. Итак, Василий начинает своё смертельное шествие. Первым достаётся самому младшему самураю, который получает по самой небалуй. Опа, вот хорошо, хорошо отомстила, отомстила, отомстил самурая. Отлично, просто отомстил, просто замечательно. Такой чёткий удар был. Прям, о, как хорошо увернулся. Василий может уворачиваться от ударов, когда хочет. Когда хочет Василий, многое может. Итак, Василий, по-моему, сам себя немножко затыкал. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, как сколько ударов сразу, но Вася, Вася перепрыгивает на другую сторону. Начинается мешанина. Гиганты сами не понимают, кого лупят, что происходит, где Вася. Вот он, Вася, Вася-то в середине. Вася в середине бьёт, бьёт гигантов просто на всё. И три ледяных гиганта уже отвалились. И остался один, кстати сказать, как ни странно, древесный гигант. Но Василий умный. Василий прикрывается папочкой этих земель. Для того, чтобы отразить первые удары деревом. И, конечно же, в сухую добивает ледяного гиганта, просто истыков его молниями. Да, да. Ну, он показал, кто здесь босс, конечно же, конечно же, показал. Развалил всех, это было красиво. Это было эпично, никто так больше не может. Наш бы циклоп тоже с этим не справился, с такой задачей. А что бы вы думали, случилось с нашим богом всех богов? Его внезапно перенесло в будущее. Как это случилось? И я без понятия, но случилось то, что случилось. И, естественно, войска ренессанса быстренько среагировали на это появление некого бога, который у них в преданиях даже был. Выстроили своих лошадок хвост к хвосту. Алибарщиков, пушкетёров, танк-давинчи. И, естественно, портретист. Портретист Мефодий, который запечатлит всю эту битву с вышиной этого здания. Будем смотреть, будем глядеть, что из этого выйдет. Итак, Василий вперёд. Василий прыгает. Ох, он преодолевает заслон. Преодолевает заслон и разбивает практически всех мушкетёров. Подходит вплотную к... Так, портретист не совсем правильно понял свою задачу и почему-то сиганул с крыши. Вплотную подошёл к танку-давинчи и ушёл почему-то. Не знаю, почему ушёл, но он бог ему виднее, конечно же. Ох, вот это вот размотало. О, всё, он прямо у танка-давинчи. А танк-давинчи это единственное, что могло спасти Ренессанс. К сожалению, к сожалению, танк-давинчи. Всё, кончился танк-давинчи. Абсолютно. Остались мушкетёры, на которых вся надежда. Они, кстати, неплохой урон наносят. Но только толку-то от этого, когда есть молнии. Да, молнии просто перекрошили всех. И от того, что наш бог попал в будущее, ему как-то ни тепло, ни холодно. Он разбил и его. И знаете, так бы наш бог и остался богом всех богов, если бы не случилось... Нечто абсолютно непредвиденное. В одном из путешествий на его дороге... Вдруг возник... Мальчишка. Мальчишка без оружия. Такой маленький и тщедушный, что наш бог даже решил не обращать на него внимания. Но, как вы видите, мальчишка был непростой. Вы видите эти топорики? Вы видите эти топорики? Наш бог их не заметил. Он не понял, кто перед ним. А перед ним был знаменитый на весь мир топор-метатель Петя. Опять же, я не знаю, почему такое простое имя, но это Петя. И Петя сейчас будет драться с Васей. И как бы это странно ни звучало, это будет самый эпичный бой за всю историю мира ТАПС. И, возможно, самый долгий. Давайте смотреть. И битва началась. Петя, показывай. Давай, жги. Вот. Вот это Петя. Вот это наш Петя. Но бог тоже не дурак. Бог смог увернуться от всего, что в него введал Петя. Но Петя, Петя, молодец. Петя знает свою силу. Бог просто в шоке. Он, естественно, в шоке. Он застопорен. Да, да. Петя знает, куда кидать свои топоры, естественно. Но у бога не было шансов. У бога никаких шансов абсолютно в этом случае нет. И Петя, Петя, Петя возвращается. Где Петя? Откуда Петя бросил топоры? Я не знаю, откуда Петя бросил топоры. Где вообще? Петя, ты где? Петя, откуда ты стреляешь? Пётр. Пётр, я не знаю, где Пётр. А, вот он Пётр. Пётр летает. Пётр Супермен. Ха-ха-ха. Вот он Петя. Вот он Петя, который просто... Я не знаю, как он это сделал. Но это... Это было нечто невообразимое. Где-то здесь, под толщей пыли и льда, теперь покоится бог прежних земель. Да. Теперь вы знаете, что случилось с самым могущественным богом. Поговаривают, что этого Петю когда-то ещё кто-то видел, пролетающим над городами. Но это лишь легенды. И неизвестно, существует ли Петя на самом деле. В итоге, вот кто избавил Тапс от деспотии бога всех богов. На этом история Васи заканчивается. Надеюсь, что вам было интересно смотреть. С вами был Енот. С вкусного вам компотика и всего самого-самого наилучшего. До новых встреч и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова